Добрый день, дорогие друзья, с вами вновь я, Егор Яковлев, приветствую вас на своём канале «Цифровая история», и у нас в гостях снова кандидат исторических наук, доцент Института Истории СППГУ Илья Сергеевич Раськовский. Илья Сергеевич, всегда рада вас видеть. Спасибо, добрый день. У меня тут на днях был стрим на канале, меня как раз спрашивали, когда очередная встреча, я всех заверил, что вот буквально на днях. Я отметил, что Илья Сергеевич – это единственный, наверное, из медийных историков, который сегодня занимается темой белого террора, поскольку она абсолютно неконъюнктурна, каких-то, наверное, крупных грантов на это не выделяет, но, тем не менее, Илья Сергеевич эту работу с честью и достоинством выполняет. Вышло уже несколько книг, и сегодня мы поговорим на тему, которую очень давно просили – это террор адмирала Колчака. И, конечно, одной программы нам будет недостаточно, поэтому как минимум два выпуска у нас будет про колчаковский террор. В своей серии «Настоящая игра престолов» я касался обстоятельств прихода Колчака как власти, его внутренней политики, равно как и внешней, но вот предметно-террористические практики, которые развивал сам Колчак и его окружение, про это мы пока не говорили, и я уверен, что сегодня будет очень интересный разговор. Да, спасибо, тем более, что наша встреча юбилейная, десятая, получается, десятый выпуск, в котором я имею честь выступать, и мы открываем такой мини-цикл колчаковский. Ну вот сразу так обозначу, что речь, естественно, пойдет о сибирских годах Колчака, то есть я не буду касаться предыстории 1917 года, только отмечу один момент, что Колчак все-таки являлся монархистом, да, и последние исследования это подтверждает, в том числе моего коллеги по Институту Истории Анатолия Смолина, доктора исторических наук, который издал книгу, посвященную Колчаку, все там достаточно убедительно доказывает, что Колчак был монархистом. Это важно знать, то есть у него довольно-таки четкие в данном отношении политические взгляды. Но мы будем говорить об осени 1918 года, когда Колчак приезжает в Сибирь, а конкретно в Омск, то есть 13 октября. И вот с 13 октября буквально в месяц происходит событие, которое, собственно, и составляет новый период в истории гражданской войны, период так называемых диктатур, в том числе белой диктатуры Колчака, и заканчивается вот этот промежуточный период переворотом в Омске с 17 на 18 ноября. Я прошу прощения, вот такой вопрос. У нас очень часто в комментариях среди зрителей муссируется тема службы Колчака в английских войсках. Но мы знаем, что в Омск он прибыл как частное лицо. То есть, по сути, Александр Васильевич пробирался, хотел же попасть на юг, к Алексееву и Корнилову, и сражаться в рядах их армии. То есть, он, по сути, никому не служил. И несмотря на все легенды о том, что это был тайный английский агент, и переворот 17-18 ноября был инспирирован британской разведкой, но никаких источниковых оснований этому нет. Это не оправдание какой-то Колчака или не возвеличивание Колчака, но, на мой взгляд, дело обстоит таким образом. Вы согласны с этим? Ну, в большей степени, да, безусловно. То есть, может дискутироваться вопрос о форме его службы в предыдущий период, да, сотрудничества, в том числе с английским адмиралтейством, и не только, да. То есть, здесь, наверное, точку поставит лишь публикация всех архивных документов, которые находятся не на нашей стороне, да. Поэтому определенное сотрудничество какое-то было, и можно указать, бессловно, на небольшое, правда, упоминание в переписке Колчака, что вот есть некие обязательства... Он поступил и собирался отправиться на Месопатомский фронт. В какой-то период, да, в какой-то период, это уже после Японии, да, говорить о том, что он получил какое-то дополнительное финансирование, вот, или указание, да, именно сибирское указание, пока никаких таких источников нет, да. И сам приход к его к власти, он был вызван целой чередой событий, причем, скажем так, в чем-то низового даже такого характера, то есть, монархического подболия, которое имелось здесь, и периодически как бы вспыхивало, потому что, собственно говоря, переворот Омский, это вторая там попытка, был еще более ранний период, тем же самым Красильниковым атаманом, да, предпринято почти схожие какие-то действия, но с учетом еще меньшей, так столь, организованности, это дело окончилось ничем. Какая-то генеральная репетиция? Да, у меня сложилось отчетливое ощущение, что в Колчаке, даже не в Колчаке, как непосредственно в личности, а в Колчаке, как в фигуре военного диктатора, были заинтересованы не иностранные, а в первую очередь местные силы, местное монархическое и подполье, и не подполье, явные монархисты, офицеры, атаманы, все они жаждали диктатора, который придет и порядок наведет, и они выдвинули на эту роль Колчака. Вот у меня сложилось такое ощущение, что это в первую очередь национальный и классовый, скажем так, феномен. С этим как раз я безусловно соглашусь, потому что Колчак все-таки видная фигура, известная, и, как бы мы сейчас сказали, медийная фигура, по крайней мере, 1917 год, потом как бы менее известная, но все-таки определенного такого уровня. И вот как раз в Сибири была парадоксальная ситуация. Военный деятель имелся до Колчака и достаточно способный генерал Болдырев, но генерал Болдырев, которому подходили с предложением стать диктатором, он резко против этого возражал, то есть он не хотел быть диктатором, он был сторонником некой демократии, конечно, демократии условия гражданской войны относительные, и вот это создавало такой прецедент, потому что авторитет деятеля, который должен был бы прийти на смену Болдыреву, должен был быть в чем-то не меньше, а желательно больше, чем у Болдырева. И поэтому действительно, когда появился Колчак, то это была некая такая альтернатива. Причем характерно, что после того, как Колчак приезжает в Омск, он через два дня встречается с Болдыревым, и, возможно, убеждается, что Болдырев, во всяком случае, не является сторонником каких-то силовых акций и так далее. А дальше уже идет некоторое взживание в Омске, еще до того, как ему будет предложен пост военного министра, военного министра взживания в определенную среду. То есть он селится и селится на квартире полковника Волкова, это командующий гарнизоном, человек уже достаточно известный, в том числе и своими монархическими взглядами, безусловно. Отчетливыми. Да, антибольшевистской позиции, которая у него и у другого деятеля, это Аполоса Катанаева, четко прослеживается. Они участвовали, в частности, в охоте на отряд Сухова, такой большевистский отряд, примерно на 2000-е, который пытался пробиться сквозь берегу и территорию, как это сделал, примерно же, в этот период Блюхер, только в другом районе. И это была целая охота. Существуют приказы Катанаева, существуют указания Волкова, этих бандитов, разбойников, расстрелить и так далее. То есть, это были не просто монархисты, а активисты. Ну, и он входит в определенную такую среду, среди которых деятели, которых можно и не должно упомянуть еще третьего. То есть, Кулчака в чем-то сделали, с оговорками о них тоже поговорим, трое монархистов-активистов. Это атаман Красильников. Безусловно. Иван Николаевич Красильников. Красильников, человек, безусловно, отвечавшийся храбростью, да, и у него были георгиевские награждения за Первую мировую войну, и было ранение, которое, наверное, скажется чисто психологически, да, раздробление кости плеча и руки, и в результате левой рукой он не мог действовать. Но, скажем так, как показала гражданская война, Правый он действовал хорошо и действовал, так, рубя часто большевиков и так далее. То есть, это был человек очень жесткий, решительный. И к этому периоду он уже, может, охарактеризован, ну, как минимум, четырьмя-пятью подобными эпизодами. Да, вот у нас Омск, поэтому мы немножко перенесемся в более ранний Омск, когда он стал, собственно говоря, уже не советским, или перестал быть советским, это 7 июня. Естественно, основную нагрузку во взятие этого города играл чехславский легион, но, помимо чехов, в штурме участвовали красильниковцы. И оказалось, очень много пленных. Да, под Омском находился концлагерь для военнопленных, где содержалось там несколько тысяч человек, но даже с учетом плотности создавалась проблема охраны. Вот красильниковцы будут охранять этот концлагерь, и причем омский концлагерь с очень высокой смертностью будет и так далее. И сразу же вопрос, а был ли белый террор? Хотя вот наши, наверное, оппоненты, они попытаются представить тот террор, который был до прихода Колчака к власти не белым, а каким-то полудемократическим. Демократическая контрреволюция, скажешь, это не мы. Под красильниковцы лютовали. Да. Омск, ведь там массовые расстрелы были. Мы обычно вспоминаем события в Омске последующие, да, там два восстания, особенно 22 декабря, но Омская расправа, она началась еще вот в эти июньские дни. То есть, есть официальные документы с той стороны, потому что была скандальная ситуация, когда в двух только местах обнаружилось большое количество расстрелянных. В одном здании 132 человека, в другом 136 человек, да, когда рабочие узнали, а это было в основном расстреливались и рабочие, принимавшие участие в обороне, и не принимавшие, да, руководство профсоюзов, и пытались забрать эти, соответственно, тела, то было принято местной властью, новой властью, решение быстренько их в Иртыш. Ну, сплавить, и нет, как бы, таких моментов, да. Но это прервали и вынуждены даже были... Нет тела, нет дела. Да, выполнили какое-то расследование, причем это два самых больших. А так, в целом, нельзя, говоришь, просто суммировать эти две цифры, 132 и 136. Например, такой исследователь Каденников, доктор исторических наук, советский еще период, он подтверждал архивно порядка 300 человек. Это минимальная цифра в Омске в этот период. Да, и есть и другие 700 человек, да, но это уже возможность, включая жертв в том числе тюремного заключения. То есть, это террор по отношению к советским активистам после падения Омска, еще до прибытия Колчакова. Красильников, и это Аненков, тоже небезызвестный деятель, да, Борис Аненков, который тоже лютовал, и он проявится во всех последующих событиях, и в Омском восстании там будут на подавление использоваться аненковцы, да, его контрразведка будет участвовать, и несколько род, не основные подразделения, вот, но аненковцы будут и в декабре задействованы. То есть, здесь можно говорить о серьезном уровне террора, и возглавляет этот террор отнюдь не какие-то демократы, а будущие деятели белого движения, вот я уже упоминал Красильникова, один эпизод, ну, вот можно вспомнить и другой. Это октябрь месяц, забастовка железнодорожников, и, соответственно, расстрел лично Красильниковым, там, пятерых железнодорожников. Ну, обычно, ну, что-то, пять железнодорожников. Но если посмотреть более внимательно, обнаружатся еще четыре на следующий день, во-первых, девять, и уже больше, да, а, во-вторых, все познается в сравнении, то есть, если посмотреть ситуацию примерно в этот же период в Советской России, а массовых каких-то расстрелов железнодорожников не было, да, вот белые, возможно, в связи с тем, что железные дороги в Сибири, это нить снабжения, да, согласимся с этим, но действовали более жестко. Это вот Красильников, да, который тоже послужит основу. Аненков. Можно вспомнить известное событие «Славгородское восстание». Количество погибших, расстрелянных, точнее, или ополовиненных, потому что там и шашками зарубали, и не только разные, самые чудовищные. Это минимальная цифра, озвученная, 1667. Ну, немножко один человек лишний для какой-то такого теории заговора, 1666, но это действительно дьявольское такое жесткое подавление. То есть, если вот указывать на террор, он уже был в случае массового расстрела с крестьянским движением, «Славгородское крестьянское движение», которое было против мобилизации в армии, или рабочие, там, те же самые Омска, они уже подвергались террору. И подвергались террору именно теми людьми, которые в дальнейшем станут основой переворота Колчака. То есть, короля играет свита. Вот если говорить про ноябрьские события с 17 на 18 ноября, то Колчак, естественно, это выдвижение от указанной тройки активистов. Да, вот это именно то, о чём я говорил. То есть, существовали местные силы, а лицами этих сил были именно Красильников, Волков, Катанаев, да, вот эти люди. Да, казацкие. Которые, да, казацкие лидеры, которые придерживались правых позиций и которые нуждались в Колчаке, как в яркой медийной, вы совершенно верно заметили, фигуре. Колчак, я напомню, был командующим Черноморским флотом, то есть, это был человек, известный всероссийски. То есть, ни Красильников сам, ни Волков, они, конечно, такой славой не обладали, а Колчак – это была фигура всероссийского масштаба. Здесь ещё можно же добавить, вспомнить конец лета, почему ли Колчака-то отправили за границу. Керенский опасался Колчака, как реально выдвинул кандидатом в диктаторы. То есть, да, Корнилов был, но был несколько раньше Колчак, республиканский центр, делал на него ставку. Его фактически высвали из России, чтобы он здесь не мешал, ну да, не совершал каких-то действий, консолидируя вот это антиправительственное движение справа. То есть, это так. Ну вот нашим зрителям надо пояснить некую специфику политической ситуации в Омске к моменту приезда туда Колчака. То есть, советская власть пала, и в Омске находилась у власти так называемая директория, которая представляла как бы все политические силы, объединившиеся против большевиков. От крайне правых таких, как Красильников и Волков, до умеренных левых, и даже, в общем-то, неумеренных левых, к которым относились эсеры, например. И с точки зрения вот крайне правых эсеры – это были такие же чудовища, как и большевики. Они их видеть, так сказать, рядом с собой в одном строю категорически не хотели, и это постоянно порождало конфликты. Потому что все, что объединяло этих людей – это вот их ненависть к большевикам. Но ничего другого, что их бы сплачивало, не было. И поэтому правые элементы всегда стремились к установлению единоличной правой диктатуры. А особенно они к этому стремились на фоне военных поражений, потому что осенью 1918 года первая эйфория, связанная с победами Чехословацкого корпуса и падением советской власти вдоль Транссибирской магистрали, она стала спадать. Ну, безусловно, да. Вот директория, тем более, была молодым органом власти. То есть, это компромисс, там, Временная Сибирская правительство, ряд других. И, собственно, оно буквально действовало не как правительство, а как всероссийский орган власти, с претензией на всероссийский орган власти, буквально две недели, даже меньше. То есть, это был политический руководящий орган, который должен был сформировать правительство. И вот здесь сразу возникали моменты распределения портфелей. Потому что одно дело политический орган, другое дело исполнительная власть, например, портфель министра внутренних дел. Потому что СССР выдвигает, естественно, Роговского. Соответственно, своего человека выдвигают и другие. Колчак впоследствии тоже будет одобрять. Это Михаевов некоторый. Такая полукриминальная фигура, возглавившая потом министерство. А я бы еще отметил, что СССР, они вели себя достаточно дерзко по отношению к большим другим политическим силам. Потому что, как известно, они получили большинство в учредительном собрании. И такое как бы условное большинство, потому что голосование в учредительном собрании шло по старым спискам, составленным еще до распада партии СССР на левых и правых. Левые, зрители наши помнят, были в итоге в коалиции с большевиками. Но, тем не менее, СССР претендовали на лидерство. И правый элемент это, безусловно, раздражало. Да, раздражало. Но у СССР было, правда, еще два указанных момента, на которые они могли ссываться. Это, во-первых, фактор чекс-словаков. Но чекс-словаки, конечно, не были монархистами. Бессловно, они были завязаны на Антанту, на Францию, какой-то внешний источник. Но, тем не менее, это была военная сила, которая привела к власти некие советские силы, ту же самую директорию и не директорию, в Сибири. Чекс-словаки брали Омск в основном. И дальше это поход Чекс-словака, к которым присоединялось монархическое подполье. Да, иногда что-то удавалось и самим монархистам сами сделать. Тот же самый Волков, упомянутый, он практически, ну, не в одиночку, а вместе с сотоварищами взял Петропавловск. Который, Камчатский, другой, ближе к Саргастану, территорию Петропавловск, 31 мая, по-моему. Но это были отдельные такие сюжеты. А есть Чекс-словаки, и по количеству войск, по влиянию международному, это эсеры учитывали. То есть, это определенная ориентация. Фронт без них рухнет. Как им тогда казалось? Ну, нужно было бы договариваться и сложно. И следует сказать, что с чекс-словаками вот эти заговорщики не переговорились. Они задним числом начали этот процесс. Поэтому эсеры считали, что за них, с одной стороны, выбор России, за них крестьянство, за них чекс-словатский корпус, за них кооперация. А в Сибири это очень важный такой момент. И за ними стоит какие-то некоторые антантовские силы, потому что контакты действительно у эсеров такие уже были наважены. То есть, все хорошо. Они олицетворяли собой эти демократии, вот как во Франции. Во Франции, и мы тоже за республику. Это был их пиар. Америка. Не случайно потом эмиграция в определенные страны. Вот и Аксентьева, и Керенского там было. То есть, здесь своеобразное такое головокружение от успехов. Естественно, они стремили взять все посты. Вот прибытие Роговского в Омск незадолго. Вот эти события относительно незадолго. На бронепоезде, с пулеметчиками. Это определенная демонстрация. И белые действительно опасались, что эсеры тем самым как бы нарушат некоторые паритеты. Прежде них. То есть, они сами не собирались соблюдать. Но здесь могла быть ситуация, когда, собственно говоря, уже обратно не развернуть эсеры войдут все посты. И в результате нужно было найти какую-то политическую фигуру. Но важно было, что эта политическая фигура, она не является еще четко политически ориентированной. То есть, взгляд ее должен быть монархический, но о них не должно быть известно другим. Это должен был деятель, который должен был нейтрализовать некоторые плюсы эсеров. Вот международный факт. То есть, он должен был быть известен не только нам, но известен им за границей. И вот Колчак в этом плане был известен не только как военный, но и как исследователь. Ну и, в принципе, имея ранние контакты, это сыграет. Сыграет то, что в дальнейшем легче будет договариваться с англичанами, с французами. Да, смотрите, действительно, у Колчака какие плюсы. Известный полярный исследователь. Был в Соединенных Штатах Америки с лекциями как специалист по минной войне. То есть, авторитетный человек, действительно авторитетный. Тут его заслуги сложно отрицать. Находился на русской службе. Прошу прощения, на английской службе. То есть, верен союзническому долгу. Это тоже хорошо. То есть, с точки зрения пиара для союзников, он мог выглядеть более-менее приемлемым. И это, как, видимо, рассчитывали заговорщики, поможет нейтрализовать сам эффект от государственного переворота. И нейтрализовать Чехословаков. И нейтрализовать Чехословаков, да. Чехословаки, естественно, в чем-то подневольные, под французами. А если переворот посчитают эффективным, не только эффектным, да, то, естественно, будет определенный дан и сигнал Жанену и остальным. Да, Сметане, там, то есть, вот этим деятелям Чехословского корпуса. Что с его и произойдет. Да, и тут надо еще учесть, что вот помимо эсеров были партии, которые в дореволюционной России считались либеральными. В первую очередь, это кадеты, но после событий октября 1917 года они стали резко сдвигаться вправо, поэтому в союзе с такими отъявленными монархистами были не только такие же отъявленные монархисты, да, но и вот кадеты, вот те респектабельные политики, которые тоже теперь алкали твердой руки, алкали мощной власти. Мощной власти, да. Мощной власти. Не до последнего городового, как это известно, но, во всяком случае, как минимум февральские дни, как минимум февральские дни, а можно чуть-чуть и дальше, да. И действительно кадетское окружение, и в дальнейшем будет играть определенную важную роль, да, в выработке внутренней политики, потому что военные-военные, но нужны все-таки какие-то специалисты по гражданскому управлению. Вот если мы посмотрим гражданское управление, то здесь либо кадеты, либо околокадеченные кадры, да. Ну, вот получается, что приезд Колчака создавал основу переворота и вращение этого переворота в новую государственную какую-то систему с подтверждением потом союзниками и так далее. Тем более, что статус Колчака скоро был закреплен, то есть, очевидно, ни о какой поездке уже на юг к Алексееву, там, да, как ранее он собирался, к Деникину, он уже не собирался, да, и он получает пост военного министра. Еще от директории, как еще в старом, более демократическом праве. Пятого числа ноября он становится формально, а седьмого начинает исполнять свои обязанности. То есть, грубо говоря, значит, Болдырев – это командующий войсками, да, Колчак – это военный министр, грубо говоря, эсеры пытаются его к себе, видимо, тоже. И он, в общем-то, и внешне не отрекается. Ну, в этот момент сложно, потому что здесь уже первый такой конфликт происходит еще до ноября между подчиненным и начальником. То есть, он подчиняется, естественно, Вологодскому как председателю правительства. Вологодский все-таки относится к более демократическим таким кругам, как мы говорили, кадетствующие, да. Он народный социалист, если я правильно помню. Ну, он был потом беспартийный, он выступил. И можно сказать, что у него определенная такая эволюция от неких социалистических, кооперативных взглядов к уже близким кадетским. То есть, он стал беспартийный. Но когда мы говорим о беспартийных, то чаще всего это оказывается сочувствующая кадетам. И можно спорить, где он был ближе, по своим политическим взглядам. Но, тем не менее, для него еще важно было как некое общественное мнение и так далее. И вот 12 ноября происходит такое событие в Ново-Николаевске, сейчас Новосибирск, да. Местный представитель военной власти некий Степанов, полковник тогда еще, по-моему, издает приказ о запрете митингов, о запрете расклейки всевозможных афиш, плакатов и прочее. Собраний каких-то, причем с угрозой применения наказания в путь для расстрелов. Без расшифровки серьезной, да. То есть, это был вызов некой даже видимой общественной жизни, да. И Вологодский принял попытку прекратить это. То есть, он не может через начальника это решать. То есть, тот же Степанов подчиняется Колчаку, поэтому он дает указание Колчаку разобраться со своим подчиненным. Но Колчак отказывается. То есть, по рангу он ниже Вологодского, да. Но он отказывается. Это тоже такой демонстративный момент, наверное, не только указание на будущее, но и возможный такой мини-сигнал, который имеет значение для омских монархистов. Потом, кратковременно, его поездка на фронт известная еще была. Некоторые считают, алиби, не алиби. Но, очевидно, уже в эти дни все было решено. И дальше, собственно говоря, вот этот конфликт между СССРами и попытками их усилиться за счет Роговского, и противление этому со стороны монархистов, и попытку, в свою очередь, уже имея фигуры, которые имеют шансы на нейтралитет, а, может быть, и позднее одобрение Чехсоцкого фронта, случается событие Омского перерыва с 17 на 18 ноября. Первоначально в виде фарса некого такого кабацкого, что ли, ресторанного события, когда празднуют приезд генерала Жанейна, французский генерал, который руководит союзническими войсками, поэтому здесь участвуют в приветствии все общественные круги, от кадетов, от эсеров. Исполняется Марсельеза, что очень не нравится соответственно монархистам, они требуют, красильников именно, требуют исполнения настоящего русского гимна, божий в царях ранее, пока не исполняются, они начинают петь, скандал, да, а потом... Друзья мои, все смотрели фильм «Новые приключения неуловимых», где вот именно этот эпизод перенесен на юг, там, так сказать, Валерка-гимназист и штабс-капитан Овечкин сходятся на любви, это так Валерка втирается, заказывая этот гимн, да, Валерка втирается к штабс-капитану Овечкину в доверие, но это реальный эпизод, который, да, предварял военный переворот Колчака. Ну, это было как бы создание скандальной ситуации, да, немножко с мордобитием, но вроде бы рассосавшаяся, но здесь под угрозой, как они говорят, возможного ареста, они произвели сами арест, вызвали из здания, где находился Роговской и другие члены директории охраны Роговского, ее разоружили, и после их, соответственно, арестовали, большую часть, да, это Зинзинова, соответственно, Аксеньева и Роговского, ну, ключевых таких эсеров, эсерскую часть, после чего, опять-таки, Красильников, это ключевая фигура, хотя Волков там, безусловно, вывозят их в расположение, как бы сказали, свои части, с очень таким интересным названием «Лысая гора», да, это не «Сабаш», но вот такой парадокс иногда названия происходят. Все, арест правительства, остатки правительства совещаются, что быть, здесь присутствует и там, в том числе, и председатель правительства, он даже предлагает, может быть, Красильникова арестовать, на него замахали, и, фактически, само правительство подтвердило этот переворот, поэтому есть даже такая точка зрения, что это как... Это не переворот, а это вот действие большей части правительства. Ну, это было, конечно, это пиар, да, это пиар, это было таким образом задумано, чтобы, в первую очередь, для союзников все выглядело не каким-то силовым заговором, да, не заговором, а выглядело вот такой чисткой, внутренней чисткой рядов, внутренним делом, потому что, да, Колчак стал военным диктатором, но Вологодский остался председателем правительства, и он взял на себя, так сказать, он с вот этим своим решением остался во главе правительства, для союзников как бы отмывал произошедшее. А это было важно, кроме чексуаков, которые признали в конечном счёте, да, и дали телеграмму о признании, кроме того, что Болдырев в какое-то время, да, колебался признавать, не признавать, и там есть его воспоминания, вокруг меня есть пулемётчики, которые готовы там умереть за вот идею, он в конечном счёте тоже капитулировал и уехал из страны, да. Да, один из талантливых, между прочим, офицеров. То есть, вот антибольшевистские ряды сами себя чистили, да, то есть, Болдырев оказался при всех своих талантах, способностях... Слишком демократичный, не хотел в чём-то быть запятнан и так далее. Ну, честный человек. Ну, перед собой, перед своими идеями, да, есть такой сюжет, хотя, конечно, потом у него сложная судьба, он вернётся в Россию, в 1933 году пройдёт по таким делам и будет расстрелян, да. Всё-таки он участвовал в движении, это вспомнилось в сложный такой момент. Здесь же вот приходит к власти, и сразу можно говорить о постепенной эволюции, да, эволюции режима. То есть, вот если посмотреть ноябрь, декабрь, здесь вводится цензура сразу. Я бы сказал не об эволюции, а о контрреволюции. Ну, эволюция бывает в разных направлениях, но можно и контрреволюция. Ну, то есть, это же такая корниловщина, грубо говоря. Можно так считать, хотя там Корниловщина в начальный период какой-то ещё республиканский элемент включала. Но это потому, что союзники рядом, и нужно было перед ними соблюдать политез. Поэтому и Вологодский... Он пытался соблюдать политез вначале, да, такое было, он будет давать же впоследствии показания в Иркутске. Вот у меня это... И там чётко пишется, что я принимал и социалистов. Ну, каких социалистов? Меньшевиков. То есть, к нему на поклон, не на поклон приходили делегаты профсоюзов. Да, меньшевистских, естественно. С СССРами сложнее. Он демонстративно выдал там суммы по материальную помощь, Аксентию, Зинзину, чтобы они могли уехать. Да, достаточно существенно, по-моему, где-то 50 тысяч. Правда, на суде он будет, не суде, а во время следствия говорить о 100-150 тысячах. На самом деле, несколько завысит это, но он выдаст, да, с ним возможность уехать, кто живает. То есть, создавался такой имидж определённого либерального, ну, не либерального, для внешнего, скажем, источника, Вашингтона. Вот некоторые говорили, что это вот русский Вашингтон. Хотя, какой Вашингтон? Многие считали, что это вот наш человек, он просто вынужден соблюдать политез. Политез есть, потому что всё-таки союзники – это снабжение. Промышленность не совсем развита в регионе, да, есть проблемы с амундированием. Поэтому союзники много значат, и надо создавать какую-то видимость. Такая же видимость – это было назначение суда над указанными тремя деятелями. Ну, это же был театр, спектакль. Потому что сам приход, он был известен у тех троих деятелей, говорили, с весёлыми зайчиками в глазах они к нему входили, да. То есть, смеялись, знали как-то. Да, он сказал, что строго покарает. Но ещё суд не состоялся, да, они были произведены тайным указом, об этом не пишут, в следующие звания. То есть, Катанаев, Красильников стали полковниками. Ну, потом рост у них и дальше будет, потому что они связаны были с подавлением многих восстаний и так далее. И здесь были опоры режима Колчака, а Волков станет генералом. То есть, каждый получил такое стремительное. На следующий день. Тайно. Тайно. А потом, соответственно, кто их судить-то будет? Баржиновский, да, который впоследствии будет связан с расстрелами в Омске. То есть, человек тоже, мягко говоря, сторонник силовых таких действий. Поэтому они будут оправданы. Причём многие деятели такие кадеты и не кадеты. Ну, например, брат будущего генерала Пепеляева, другой Пепеляев. Да, Виктор Пепеляев. Который станет премьером потом. Воследствии, правда, да. У него дневник есть. И очень интересно читать этот дневник. Он говорит, лучше бы этого процесса не застевали, потому что уж больно явно. Хотя он сразу, скажем, Пепеляев не являлся каким-то таким либералом. Он приветствовал это переворот. Но зачем так грубо делать? Пепеляев как раз кадет. Он кадет, и он как кадет, настроенный против эсеров, и приезжает в Омск, собственно. Он-то как раз выступает за силовые методы. Да, вот он поддерживает всё. И вроде бы всё нормально. Но уже в ноябре происходят некоторые странные события. Вот как раз с окружениями, которые совершенно не имеют последствий. То есть, ещё нет Омского восстания, там ещё что-то. Это такое событие, легко запомнить имя отчества, с Борисом Николаевичем Моисенко. Борис Николаевич Моисенко – известный в прошлом террорист, действительно эсер, террорист, соратник Савенкова, участник покушения на великого князя Сергея в Москве, да, участник других террористских актов, в том числе он охотился за Николаем Романовым и прочее. Впоследствии, в 1917 году он легализуется окончательно в новой системе Керенского, условно, Савенкова, да, будет на некоторых комиссарских там должностях, и потом вот сюда переместится. И он был причастен как раз вот к эсеровскому такому окружению. И Красильников, как выяснилось позднее, потому что это было тайное убийство, причём жуткое похищение, убийство, был убит. Это ноябрь месяц. Ну, если посмотреть на какие-то такие источники, ну, не источники, а работы историков, которые тяготяют к белому движению, он говорит, ну, Красильников убил, а эсера, террориста, бандита, ну и так далее. Ну, к слову, термин «бандитизм» к политическим противникам историки и белые используют гораздо чаще, чем большевики. Его было можно. Его было можно, и даже нужно. Считают некоторые историки. И даже нужно, потому что он держал эсеровскую кассу. Три миллиона рублей, которые потом никто не обнаружил. Ну, очевидно, обнаружил один человек, Красильников, да. Страшный бандит. Да, ну, садист. Вот несколько таких людей с наклонностями здесь есть, атаманов, вот он... У Аненков, конечно. Ну, там Ковмыков, прочее, Гамова в меньшей степени. Ну, Семенов не садист, но близок к этому, да. То есть, здесь отдельные такие вот эпизоды. Ну, Аненков-то вообще маньяк, по-моему, просто. Ну, садист. То есть, дорвавшийся до власти. Ну, здесь еще играет такой момент, что война, конечно, меняла. Первая мировая война меняла. И там, в том числе, вот эти партизаны, охотники, да. По тывам, проще. Это храбрость, но нервы, не нервы. Очевидно, и Аненков полностью в Первую мировую войну уже сошел с рельс. И можно вспомнить других, генерала Покровского на юге. У Красильникова тоже другая ситуация. Вот эта рука, однорукий фактически. Рука есть, но не действует. Можно вспомнить, опять-таки, юг России. Другого, только уже в полном смысле однорукого черта, как говорили. Монштейн, который собакам скармливал большевиков, натравливал на которых и хрубил в капусту. То есть, храбрый, но тоже маньяк. То есть, какие-то моменты Первой мировой войны, которые людей просто навсего переворачивали, перекручили. И вот такие люди, впоследствии получая власть, как Анников, Красильников, да, вот если мы здесь, Покровский, Монштейн, они по руке, по локте руки, да, в крови. Вот, и вот это мысинка. Ну, вроде бы, да, какой-то частный случай, но Колчак не дает код. Ну, вот пропал человек, но есть намёки, кто это может сделать. Но Красильникову он очень обязан, поэтому... Это наш сукин сын. Да даже не сукин сын, а мой человек, да. То есть, у него к нему отношение было не к сукинам даже сыну, это, может быть, Каненкову, да, такое, более ли, к Семёнову, с которым конфликт. Семёнову вообще сразу признал. Да, не признал и прочее. Ну, и вот, что характерно, начало декабря, то есть, две недели проходят, и здесь возвращение, фактически, законодательства к дореволюционным нормам. То есть, это показательно. До февральским. Да, естественно, до февральским периоду, с некоторыми изменениями, потому что царя нету, но есть верховный правитель. И вот есть статьи, которые верховный правитель теперь, раньше был там царь и так далее, оскорбление, в том числе верховного правителя появляется. То есть, определённая такая, как вы сказали, деградация, не деградация режима поправения, оно идёт, идёт, идёт. Но при этом Колчаку всё-таки нравится играть определённую роль просвещённого человека, принимать иностранцев, говорить о демократии, да, то есть, он любил это делать. Колчак же, да, он подтверждает тезис учредительного собрания. Да, хотя он ненавидел учредительное собрание больше, чем большевиков, но это для себя. Это вот учредительное собрание, о котором говорил Колчак, это не то учредительное собрание, которое собралось 5 января 1918 года, которое большевики разогнали. То есть, то учредительное собрание, оно как бы утратило свою легитимность, и Колчак говорил о том, что вот когда-то, когда большевиков победят, то снова соберётся учредительное собрание. А вот то, которое было, оно не действительное. Так уже и погибали первые учредиловцы. Моисенко же был секретарем учредительного собрания. Там ключевую такую, одной из сессеровских роль был. И вот первый депутат учредительного собрания здесь убит Красильниковым. То есть было, в принципе, можно было бы догадаться, но многие еще не знали. И вот сами большевики, которые восприняли вот этот переворот, естественно, крайне негативно, они активизировали подготовку вооруженного сибирского восстания. Причем надо отметить, что эта подготовка шла как-то шатко-вялко уже давно. То есть еще было совещание одно, в августе в конце состоялось, то есть Колчака еще не было, да, и Колчавского переворота. Второе, в октябре еще переворота не было, да, и принято было решение, что нужно было делать, да, копить силы. И действительно сюда переправлялись, скажем, большевистские агенты. Ну, в Омск в том числе, в первую очередь, там, это был проводник 5-я армия, вот, которая держала один из ключевых участков, через ее линию фронта уходили. И считается, где-то от 100 до 200 агентов в Сибири были переправлены буквально вот осенью. Был разработан план, на первый взгляд, достаточно хороший, что восстание произойдет в Омске, это столица, это железнодорожный пункт, ну и здесь сильно, во-первых, рабочее движение, на него была ставка. Здесь находится Омский концлагерь, в советский период, говорили, до 10 тысяч там находилось, это привлечение, но там не 5 тысяч находилось, и там находились Венгрия, прочее, да, то есть, если поднять концлагерь, раздать оружие, это уже. Здесь были большие надежды на мобилизованных в армию, да, ввевать определенную пропаганду. То есть, принудительно мобилизованных крестьян, которые не хотели этой мобилизации. То есть, не казацкие части, да, а вот, условно говоря, на основе крестьянского, рабочего, крестьянского, крестьянского, так скажем, призыва. И считали, что весь такой вот этот контингент, а там до 5-7 тысяч, 8, да, нельзя, но две трети выступит. Выступит, да. То есть, ставка была на многие такие силы, были подготовлены запасы оружия, был Омск разделен на четыре части, то есть, в каждой части самостоятельно, автономной должно было быть одновременно, да, захвачена тюрьма и так далее. Но так случилось, что долго готовились. Когда долго готовились, когда очень масштабная такая подготовка, то в результате утекает информация. И накануне восстания были произведены аресты. Ну, вот сам Колчат в дальнейшем на следствии говорил, что ему руководитель штаба Лебедев, такой генерал Лебедев, тоже участник Загорода, кстати, да, приехавший, условно говоря, с Югоф. И, очевидно, его роль тоже большая. Он ему позвонил и сказал, что ситуация под контролем, арестовано около 20 человек, руководство арестовано. Всё, можете спать и так далее. Тем более, что Колчак действительно приболел. И он в дальнейшем будет вот эту болезнь всячески указывать на следствие и апологета Колчака, что Колчак болел шесть недель и не имеет никакого отношения к последующей ситуации. Ну, мы сейчас это рассмотрим, естественно, так или не так. Сразу упреждаю, мягко говоря, не так. Арестовано было, на самом деле, большее количество. Но, в любом случае, арест части руководства привёл к тому, что в ряде районов выступление не началось в нужный момент. Отменили. А в ряде не успели. Одном из районов не успели. И в пригороде Кломзино не успели. Это железнодорожные станции и так далее. То есть, получается, первоначально выступила меньшая часть. То есть, если бы всё-таки, например, выступили все, то, возможно, удалось бы всё исправить, в том числе с концлагерем. А там чехи вмешались ещё, кстати, были вызваны против венгров. Традиционный такой момент. В результате бои начались, и в основном потерпело поражение. При этом оно было жёстко подавлено. И вот здесь сначала о цифрах. Потому что есть, конечно, статистика официальная. В Омске по результате будет расстреляно 49 человек. Это известный военный суд, ещё не полевой. Соответственно, в Кломзине полтора раза больше. То есть, порядка, как Калчак говорил, 250 человек расстреляно. По результатам. Ну, и примерно столько же в ходе боёв. Это официальная такая статистика. Которая может быть округлена до 450 человек. Где-то так. На самом деле, конечно, эти цифры имеют только отношение к судебному разбирательству в Омске в расстреле 49 человек. Генерал Иванов, Брыжовский там. И вот мы об этом ещё поговорим. То есть, такая цифра. На самом деле, цифры были больше. Количество погибших и расстрелянных не было 450. А большинством всё-таки историков оценивается в 1000 человек. Это реальные цифры. И это даже, может быть, некоторый минимум. Потому что называется полторы и две тысячи. Но это скорее преувеличение. Причём, жёстко было. Без всякого суда, не в боевых условиях расстреляли. Были жуткие случаи. Вот, например, сейчас фамилию не напоминаю, но в книге она есть. Приседатель профсоюза грузчиков. Ну, вообще, грузчики часто были на большевистской стороне. Можно вспомнить Самарский профсоюз, который к моменту освобождения Самары четверти уже не на счету, все остальные были выбиты. Можно вспомнить Владивосток, потом Гайда в выступлении. Там грузчики тоже были. Здесь тоже. И вот на квартиру к нему пришли. Ну, и в результате события трагические. Мало того, что он сам был расстрелян. Расстреляна его сестра, расстрелян его отец. Но будет расстреляна жена и младенец сын. Почему? Вроде бы женщина, прочая. Ребёнок, младенец. Ну, пытаясь как-то спасти от расстрела, там мужа, прочее. Там наган, который был, использованный наган, естественно, в боях он участвовал, решили спрятать в колыбеле. И когда вот в колыбеле обнаружили, то вот этого ребёнка и жену всех убили. То есть, это вот трагедия такие были и массовые. Правда, как некоторые списывали, например, если прочитать Гинса, тоже искодетствующий. Политический деятель колчаковского правительства. Да, воспоминания есть двухтомничек. Он иногда не стесняется, пишет. Причина была в заморозках. Холодно было. Плохое младирование. И поэтому везти куда-то арестованных, это километра два-три, да, ещё из Кломзина добираться. Поэтому, чтобы обратно вернуться в казарму, их расстреляли прясленно на улице. Поэтому, говорим, когда расстреляно по суду и расстреляно на месте преступления, вот это гораздо большие цифры. И, к слову сказать, если список 49 политических расстрелянных, он известен, остальные, это нефамильные, неизвестные. В отличие, например, от событий Кровавого воскресенья. Сейчас есть эти данные, да, архивные, всё. Можно как-то установить примерные цифры или даже точные. Здесь нет. Поэтому, действительно, жёсткое такое подавление. Кто был к этому причастен? Ну, во-первых, сразу Красильниковцы. Красильниковцы участвовали в наиболее известном, в том числе, событии. Это уничтожение освобождённых из тюрьмы лиц. То есть, большевики взяли тюрьму. Освободили большевиков, освободили всех остальных. В том числе и депутатов учредительного собрания. Собрания, Фомин, Фомин, да. Самый известный Нил Фомин. Да, ну, там многие известные. И Гуковский, и можно вспомнить Кириенко, который был депутатом Второй думы. И можно вспомнить Брудердера, который тоже известный деятель, и принимал участие ещё в выступлении юнкеров в Петрограде спел. И даже в суде вместе с Пуришкевичем, правда, он отказался сидеть вместе с Пуришкевичем, в последующем суде сказал, что я всё-таки социалист, а этот монархист. Ну, в общем, если подытожить, то можно сказать, что в тюрьме Омска находились известные, видные политики, заключённые колчаковским режимом туда, но не принимавшие участие непосредственно в восстании. Да и более того, вернувшиеся через некоторое время, потому что был расклеен приказ и объявлен генералом Жарзановским, который был комендантом города, о том, что иначе расстрел, надо вернуться. Вот они вернулись, а потом их стали оттуда вызывать. Вызывали разные деятели, в том числе такой деятель Рубцов, штабс-капитал Рубцов. Он отвечал, в том числе, за репрессивную практику, расстрельные команды. Ну, и их вызвали, ну, кого-то не вызвали, там был такой Попов, который был тифожный. Себе дороже, заразиться же можно, да? В тюрьме расстрелять как-то не очень удобно. Коменданту говорят просто, это Верховный сказал правитель, отдавайте там. И кто кого. Вот Киренко, в частности, еще там одного деятеля в третий заход, Рубцов выявил. А так там разные деятели были. Помимо Рубцова это были Красильниковцы, в том числе... Сейчас фамилий там много. Ну, легко запоминающая фамилия Шемякин. Вот такой тоже парадокс, можно пошутить, но это сложно. Да, Шемякин суд. Вот Шемякин суд был. В том плане, что у того же Фомина, 13 ран, 2 огнестрельные, а в основном сабельные. Ему предпринимались попытки отрубить руки. Поэтому есть удары по плечам, есть удары по подмышкам, по лицу еще, да? То есть, его рубили. То есть, это еще не просто убийство, а это садистская экзекуция. Очень сложно потом узнали Фомина, Брудерера, там тоже вот это все. То есть, здесь была такая расправа. Был причастен, задним часом их провели через суд. Иванов генерал такой был, да, как бы вот они виновны, чтобы скрыть ситуацию. Ну, и были причастны, в том числе, например, Иванов Ринов, который приехал сюда. Потом он в соседний Канск, где восстание тоже приехал. И он везде заявлял, что мало, надо каждого десятого. То есть, вот эти речи каждого десятого, которые впоследствии в марте, в апреле следующего года реализуются в соответствующих указах руководства, Розановскими, не только, они уже здесь были. И вот теперь становится вопрос, собственно говоря, Колчак. Что он, так сказать? И вот первый момент, это расписание Колчака, которое восстанавливается по его показаниям и показаниям, собственно говоря, тех деятелей, которые участвовали в этих событиях. Потому что, как веревочки не явиться, да, ну вот конец наступает. И, например, генерал Матковский, который участвовал в этих событиях, и тот же штабс-капитан, произведенный на следующий день в следующий чин, подполковника Рубцов. Характерно, что на следующий день он будет награжден Колчаком. Подписан будет, а все это сделано. Они окажутся впоследствии в 2020 году, в мае месяце, в конце мая, на показательном таком процессе над министрами Каучаевского правительства, тех, кого были. Ну, они, естественно, будут давать показания. Кто, что, там оправдываться. Ну, в основном перекладывают вину на остальных. Тем не менее, и Рубцов, и Матковский получат высшую меру наказания. Ну, правда, эпоха уже другая наступит. И того же Матковского в 1995 году прокуратура Омска реабилитирует. Причем он был не только связан с омскими расстрелами. А у него есть и другие приказы. Например, сентябрьский... Забегая вперед, да, чтобы у некоторых деятелей... Сентябрь 2019 года приказ, где предусматривалось уничтожение деревень, в том числе с населением и так далее. То есть, это военные преступления четкие. Подпись. Все. Видно. Другое дело, что этот приказ даже был где-то опубликован в Родине, в журнале Родины в тот период. Но странным образом или не странным, фамилия Матковского там было написано с ошибками. По-моему, Майский, Майковский, там как-то так. Поэтому при реабилитации этот приказ не учитывался. Не учитывалось случаи расстрелов с подачи Матковского приказа солдат, там около 30 человек, это по весне, когда солдаты-призывники отказались идти на фронт. Вроде бы военное преступление, да, но они несколько дней не ели. Они сказали, пока на Изомске нас не покорите, мы никуда не придем. Эту часть показательно там их расстреляли. Боже, бог есть, там писал Матковский, дело налаживается, наладится. Вот Матковский будет реабилитирован. Рубцов нет. Но в данном случае, насколько я знаю, в данном случае оба таких активистов. Вот Колчак теперь, да? Да, вот интересно, насколько он был в курсе. Восстание началось ночью. Колчак спал. У него действительно было воспаление легких, правда, максимум будет несколько позднее. И в целом до этого он лишь сузил, скажем, свою деятельность. До военных вопросов. То есть он принимал Лебедева, он принимал некоторых военных иностранцев и так далее. То есть экономическими вопросами он не занимался. Ну и в целом Колчак и экономика – это немножко разные вещи. То есть человек... Я бы даже сказал, что у Колчака сухопутная война – это тоже разные вещи. Да, безусловно. Тогда это было не так понятно. У него нету даже понимания сухопутного обеспечения войск, что было характерно всё-таки в той или иной степени для Деникина, Урангеля и так далее. Да, они всё-таки связаны были с обеспечением войск и так далее. То есть это иная служба, но подконтрольная ему, и человек знает. Здесь, конечно, были более сложные. И он болеет, да, но вот накануне он получает известие про аресты. И ночью где-то в 4-5 часов его будет адъютант. Будут вот такие-то события. Через некоторое время ему звонит генерал Лебедев. Да, вот объясняет ситуацию, говорит, вот потихоньку наводим контроль, прочее. Через некоторое время генерал Лебедев приходит к нему, это уже где-то 7 часов, да. К нему приходят ещё несколько человек. В общей сложности известно 7 человек, которые его посещают. В том числе вечером, там, Вологодский, например. Он успевает позвонить ещё, скажем, Гайде. Да, вот как там чексалайки, могут ли передать части сюда, помочь нам, да, и так далее. То есть, на протяжении всего дня восстания он достаточно активен. И поздним вечером, говорит, я вот как-то ушёл. Но здесь ситуация такая, ушёл спать, что именно как раз в эти дни решался вопрос, кого, прочее. То есть, было ли это болезнь, или это было, скажем, такое ещё психологическое какое-то надвом, безусловно. Потому что он не ожидал, он всё говорил, всё хорошо у меня, да. А здесь восстание. Как отнесутся к этому восстанию остальные? И фактически он берёт паузу на ночь. А ночью, после ночи, на следующий день, отдаёт приказ по войскам, о награждениях, о поощрении борьбы с бандитами. Да, вот эти приказы есть. И дальше он на постельном режиме. Но при этом он интересуется, а кто расстреливал, а вот Рубцов, а кто такой Рубцов, да. И Рубцов получил назначение, и он будет оставаться при Омске длительное время, ещё месяц лишним, два, а потом это некоторое повышение, ну, по службу, не по званию произойдёт. Разбирательство. И вот здесь разбирательство-то и вышло на указанных красильниковцев. Красильниковцы. И он пишет потом и заявляет, я не мог поверить, что Красильников меня так, ну, не подставит, не может он против меня. Ну, и красильниковцы вот эти, которые вроде бы вывели, Баташевича там, да, потом там, я уже говорил, вот Шемякин, они скрываются у анненковцев. Анненковцы, как я говорил, тоже участники. И их не разыскивают, все знают фамильные. Сообщили Колчаку, ничего нет. Красильников по-прежнему, да, вот, а в фаворе, и поэтому он вынужден был согласиться с этими событиями. Как минимум согласиться. Здесь надо задаться следующими вопросами, вот, ну, а что Колчак реально мог сделать, я его не оправдываю, но мы помним, что Колчак был чужим человеком для этого региона, случайно там оказался, и он был приведен как раз этими красильниковцами именно для того, чтобы вот эти расправы и стали реальностью. Зачем его красильниковцы ставили-то? Ну, в том числе и для того, чтобы под прикрытием отбирала Колчака перебить своих политических врагов. Можно согласиться. Перерубить, перетопить, перерастреливать и так далее. Это была их цель. Вот, а Колчак что он мог с ними сделать? Он мог только покрывать их вот эти преступления. Может быть, в этот конкретный момент. Да, да, естественно, мы сейчас вот про это. Но если забегать вперед на следующую лекцию, и вспомнить того же самого и Волкова, и Красильникова, они будут участвовать в репрессивной практике, и награды получать, и прочее, то есть операции он будет. А мы знаем, были, ну, не схожие, но события, когда человека вовлекали в какой-то степени, как, например, Александра Первого и убийство Павла Первого, да, его вовлекли. И он вынужден был там полено, да, принимать, прочее, где-то сто дней. А потом отставка. Ну, вот, в отличие от Александра Первого, Колчак оставался верен обязательствами, верен этим людям, как они ему, естественно. Да, то есть, вот, наказаний никаких не последовало. А потому что заменить было неким, потому что если убрать их, то не останется вообще никого. На кого Колчак мог опереться? Ну, те, кто может убивать, решительно подавлять восстание и так далее. Да, это был такой момент. Существует несколько еще точек зрения, что, возможно, это исходило и от других деятелей. Некоторые называют Лебедева, что он как-то вот спровоцировал эту ситуацию. Ну, можно говорить, что он арестовал, но дал восстанию произойти. И подавлял, и участие принимал в подавлении, да. С какой целью? А то, чтобы вот Колчак хорошо запачкался, был окончательно крещен на крови. Такая версия. Есть меньше, но иногда высказывается про Иванова Ринова. Дескать, у Иванова Ринова, как бывшего военного министра когда-то, да, вот еще во временном сибирском правительстве, там, но был. Вот была какая-то измена в сердце, да, он не мог простить какое-то время Колчаку вот это событие. И он всячески пытался вот его тоже в чем-то замарать. Но это уже конспиративные такие версии. На самом деле это было вот выступление мощное, и которое было демонстративно подавлено. И демонстративно вне даже вовлечениям. С информируемым, безусловно. Колчак был информирован. Да, он болен был, прочее. Он болен был в январе. Он в феврале выйдет. Ну, к слову сказать, вот Ленин с более серьезным ранением выйдет более ранний период, да. И вот у меня есть статья, Ленин немножко стерурно-то разбирался. Были и закрыты журналы еженедельных ЧК, была произведена чистка некоторых ЧК, да. И он, более того, собрал вот какие-то сведения от старых большевиков о перегибах. То есть, то, что произошло после его ранения. Вот Колчак в данном случае проболел, если так говорить. Проболел. Я думаю, это несравнимая ситуация, несравнимая фигура, потому что у Ленина был непререкаемый авторитет в партии. А у Колчака этого авторитета не было среди. Ну, авторитет был, но у Ленина, безусловно. Не такой, это был... Ну, я говорю, у Ленина был, безусловный. Хотя подковерные там игры, трот, что-то сверху, присутствовали. Безусловно, присутствовали. Но я когда разбирался с фигурой Колчака для себя, я употребил такое образное выражение «свадебный адмирал». Мне кажется, что как раз фигура Колчака, она описывается вот этой формулой, потому что он был ставленником этих правых сил, которым он был нужен именно с целью расправы, в том числе и физической, над политическими конкурентами, которая была невозможна при режиме директории. И когда они Колчака поставили, они начали творить то, чего они хотели. А Колчак был вынужден с этим соглашаться, потому что никаких других сил в его распоряжении просто не было. Нужно было либо договариваться с условным коллективным Красильниковым, ну и разрешать ему творить вот такие бесчинства и зверства, либо вообще тогда ничего не делать, потому что больше опереться Колчаку было не на кого. Там Чехословакии его никогда бы не поддержали. Параллели всегда хромают, да, но можно вспомнить ещё Выборгский расстрел весной в апреле, да, в Выборге более 600 человек финскими ягерями, которые явно не только ставили точку гражданской войны, но хотели подставить и Маннергейма в того, чтобы он уже закрепил вот эту ситуацию, которая виделась им. То есть здесь, конечно, события переплетались с желанием многих. Да, Колчак в чём-то был вынужден покориться событиям, тем более, что действительно, как Гайда вспоминает, у него либо состояние такое вспыльчивое, деятельное, либо какой-то смиренной апатии с почитыванием каких-то книжек, тоже протоколов сионских мудрецов, там, куда-то в историю посмотреть книги, да. То есть апатии у него тоже были периоды. Очевидно, болезнь апатии в этот период была. Ну, выводы какие-то из событий омских, впоследствии ещё каннских 28 декабря, вот тоже восстание мощное такое произойдёт, будет сделано. И вот, если говорить репрессивный механизм, с января месяц он начинает ужесточаться. Появляются новые органы власти, ну, достаточно вспомнить, например, 24 января военно-полевые суды. То, что было в первый период, вот вводились. Опять-таки, тройки, опять-таки, упрощённое рассмотрение, да, и даже более жёсткое, потому что апеллировать можно было только Каучаку, если успеешь. То есть, если на местах был расстрел, то вот, соответственно, какая ситуация. Ну, и, слово сказать, такие апелляции были. Не все хотели принимать на себя ответственность, но известно как раз несколько случаев подтверждения смертных переговоров со стороны Каучака. Например, был такой общественный деятель, это ведь не большевик, да, там, ну, немножко связанный социалистом, но не совсем, да, Потанин, легко запомнить, Потанин. И было военно-полевым местным судом принято решение о расстреле, это, по-моему, Томск, но, может быть, ошибаюсь, 20 человек. Вот было прошение о помиловании, направлено Каучаку, ну, всё, никакой реакции, вернее, была реакция, отказ, всё. То есть, в данном случае апелляция, она не действовала, ну, возможно, это не только с какой-то жёсткостью, его именно позиция, а то, что он предпочитал перекладывать это на других. И поэтому, ну, там же уже решили расстрелять, значит, расстрелять. Ну, окей, не короче. Да, вот военно-полевые суды будут сделаны. Будут как раз в январе первые такие, ну, относительно первые, но как массовое явление, карательные экспедиции, различные отряды, в том числе, там, попытки Тосеевской, вот, республики, прочее. То есть, эволюция происходит. Закончится это где-то за 2-3 месяца, ну, можно в следующий раз обговорить как раз о ситуации в конце зимы и, соответственно, про крестьянское движение, про партизанские республики, колчаковский приказ 23 марта, розановские приказы, приказы Ханжинаи и так далее, и так далее. На самом деле, десятки приказов. Там споры идут по поводу, вот, особенно розановского приказа, вот, мне было бы... Ну, более споры по колчаковскому приказу, вот, ну, и по розановскому тоже, тем более, что их, на самом деле, 3, так сразу сказать. Ну, вот, интересно было бы вас спросить, потому что я читал несколько статей, и там копии ломаются только так. Друзья мои, ну что же, я хочу напомнить зрителям, что у нас 19-го, 20-го марта юбилейный 10-й фестиваль цифровой истории в Москве, в ДК ЗИЛ. Илья Сергеевич там тоже будет, и мы презентуем новую его книгу «Охота на большевистских вождей». Это неизвестная страница из истории гражданской войны, рассказы о покушениях контрреволюционного подполья на Ленина, Сталина, Троцкого и других вождей Молодой Советской Республики. Такая, в общем, новаторская и очень интересная работа, я вам искренне рекомендую, на фестивале можно будет не только эту работу приобрести, но и пообщаться с автором, взять автограф. Вот, уже, так сказать, второе издание намечается с новыми материалами. Большое спасибо, Илья Сергеевич, всегда интересно вас слушать, ждем продолжения с нетерпением. Хорошо, всего доброго.